Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Тяжело было пробить точно Гризману В итоге мяч прошел в нескольких метрах от штанги Еще раз смотрим Ну тут Рикошет, конечно, помог седьмому номеру сборной Франции Про него тоже говорил Дидье Дешам И говорил о том, что он очень рад, что наконец клубная ситуация для Гризмана разрешилась Потому что многие говорили о том, что все-таки мысли Гризмана не всегда были Мяч в центре поля Уборот сборной Перу Так вот, главный арбитр Мухаммед Абдулла Мухаммед признался, что понял, что нужно заканчивать игровую карьеру Переходить в суде, когда увидел на чемпионате мира работу Алис Буцайджама Как раз таки арбитр из Объединенных Арабских Эмиратов Ну и тогда Мухаммед Абдулла Неожиданно, что так быстро в кармашек за горчичником полез арбитр из Объединенных Арабских Эмиратов А мы еще раз смотрим Эффективность все-таки у Оливье Жеру Практически каждый заброс в свою сторону Он превращает либо в ответную передачу, либо в скидку Ну а это первый в матче желтая карточка, которую получает Блес Матюри Кто Блес, кто по дровам Желтая карточка и соперника Посмотрим На Родригеса и Рамоса здесь особая надежда Подача и фолл-атак Да, действительно, Миш прав в том, что настоящих гренадеров в составе перуанской команды нет Тот же Кристиан Рамос, например, самый высокий, 185 сантиметров Ну вот сравните, например, с Рафаэлем Бараном, который тут же в этой толчере Только опасные игроки во фланге и в полуфланге у сборной Франции А это имбапе и Гризман, не только они Да, тем более мы сегодня уже видели и подключение фланговых защитников французов Мы говорим, что у Агленкулы выкрашенные волосы в белый цвет Здесь получилось комбинацию провести Будет ли, наконец-то, передача штрафную Герреро Лиорис Вот-вот-вот, в чем нужно быть смелее французам Именно во фланговом наступлении Как же здорово играет в два касания Герреро Одним мяч обрабатывает, уходя от МТТ Как лепо убрал Да, Диагонтити, потому что тянулся к мячу и потерял мобильность этот мяч Заброс опасный! И вот еще одно движение пятка от Мбапе И на этот раз оно могло быть голевым Наверное, самый острый момент у сборной Франции Потому что офсайда не было И здесь достаточно было подправить этот мяч Потому что очень было небольшим расстояние от выходить из обороны Но ошибается И его накрывает Погба Погба на жру И один-ой! Франция заходит вперед Спокойно забивают французы Спокойно, говорит партнер Мбапе Для того, чтобы исполнить вот это Не знаю, кому посвящено Сам все после игры расскажет А мы пока отмечаем, что самый активный футболист сборной Франции Последних минут заслужил этот гол Хотя также его заслужил и Поль Погба Выполнивший великолепный перехват И дальше уже Киллиан Мбапе с большой ложкой на подобеде Миш, это трехминутка Поля Погба Потому что именно он сделал великолепный заброс на Мбапе Который мог тоже превратиться в голевую передачу Именно он оформил этот перехват До этого было несколько эпизодов, где он активность проявлял Ну и здесь, скажем так, предголевая передача за его авторство Здесь, ты знаешь, всех можно отметить Действительно и Погба очень хорош был в последние минуты И очень хорош был Мбапе О котором я точно что-то Посмотрите, Мбапе Как легко сейчас отбежал соперника Гальесе вовремя вышел Действовал Фосе Пауло Герреро Лидер команды Ну а вот еще разок Так оббегают стойки Ну опять же, здесь надо понимать, что Кириан Бапе один из самых скоростных У него было 36,9 А на третьем месте Мбапе Отлично То есть было бы здорово, что они сошлись на фланге Здесь важно еще не просто иметь скоростные характеристики Но еще, чтобы пространство было, куда бежать И партнер, который бросит тебе туда мяч Да, еще желательно на этой скорости с мячом встречаться, да, я согласен Но именно в том моменте, когда он это сможет Продолжается атака Забивать второй нужно Лукас Эрнандес Прямо во вторя Попытка номер два Это к угловому флажку Как долго готовил этот удар Лукас Эрнандес Его во Франции часто называют Лука Эрнандес Но мы так, на испанский манер Тем более, что в Испании играет Ну и действительно решение принимал очень долго Ну а здесь уже тяжелее было пробить с полулёб В тревожной ноте для сборной Перу Заканчивается первый тайм Французы впереди 1-0 Отдыхаем и скоро В рамках второго тура под группой Си 1-0 в пользу Франции 1-0 И единственный гол Команды выйдет на поле Джефферсон Фарфан Который появился в стартовом составе в первой игре Ну все, один слово дал А теперь держать нужно другим И вот он на скамеечке Наблюдает, как его партнер Главный тренер Диди Дешам Ну и вот Рикардо Гаррека Аргентинский наставник сборной Перу Сильно перетряхнул состав своей команды После первого тайма Давайте быстро назову вам фамилии Уже в обновленном варианте Педро Гаесе Вратарь сборной Перу У него первый номер Номер далее оборона Слева направо Мигель Трауко Он играл, он остается У него номер 6 Кристиан Рамос Под номером 15 Сейчас наверху Вот момент Парфан Откатывает партнер Удар Вот он удар И в крестовину Мяч Врезается Мяч перестает быть томным Посмотрите Во-первых Как касание Был убран защитник сборной Франции И потом Дальний удар И сразу становится ясно Что Джефф Немножко эту атаку Чтобы сейчас ее взорвать Отличная передача В штрафную Матюиди Углового не будет Здорово Ворьми из ворот Выдернулся Галесе Мяч забрал И держит паузу Абсолютно логично Нужно сейчас дать Расставиться Футболисту на сборной Перу Дать подышать Карильо Делает подбор Втыкаются в Блезом Утюиди Но мяч сохраняет Карильо Картинно Это было очень картинно Резким движением Арбитр Из Объединенных Арабских Эмиратов Показывает подниматься А в следующем Покажу В следующий раз Желтую карточку Говорит Не знаю Успела ли сейчас Камера это выхватить Миша Это симуляция откровенная Но любопытно Что Карильо И продолжают атаковать Элегантная пятка Играл Фарфан Дальний удар Поворотом Ирисо контролировал Да Это попытка Как раз таки подготовленная И мы понимаем Что примерно с этой же зоны Да Наносил удар И Акину Когда попадал В крестовину Хороший момент Здорово было Выведен на удар И в этой ситуации Админькова пойдет В обыгрыш И не дождется Ох как Удар Действительно Не без обыгрыша Здесь обошлось Он подработал Этот мяч себе Под левую ногу Но получилось-то плотно Но вряд ли бы Если бы мяч пошел В створ Пустил его А ты посмотри Как в какой-то момент Дернуло мяч в сторону Да Хотя отмечают Что этот мяч Для голкиперов Куда более предсказуемый Более предсказуемый Более такой Стандартный что ли И от этого Субтитры сделал DimaTorzok